всем привет вы на канале цветочное счастье и сегодня пока есть небольшое затишье у меня между отправками растений так как вот предстоят майские праздники решила сделать вам небольшой обзор сада и огорода обзор будет на конец апреля покажу что как растет и развивается к сожалению красоту цветения вам однолетников уже показать не удастся у нас очень жаркий апрель напомню что я живу на ставрополе но все равно есть что показать как говорится и на что посмотреть пройдемся по клумбам покажу как перезимовали розы гортензий хризантемы немножко об уходе ну вот какой уход я обеспечиваю для дальнейшего роста и развития как мирятся цветы с такой жарой в общем что я предпринимаю для того чтобы растения росли радовали на глаз и дарили настроение в общем а чтобы было приятно посмотреть и получить от этого душевное тепло кому интересна такая тема приглашаю вас на просмотр свой обзор начну с длинного цветника это миксбордер здесь посажены только многолетние растения есть вот такой тенистый уютный уголочек находятся вот такие гехеры три кустика вот величественно она вообще такая гигантская вот скоро зацветет потрясающий окрас крупный листик еще будет крупнее посередине вот такой сорт к сожалению название не знаю были умеющие две такие ну как тигровые да я их называю я отдала дочери в сад так как нет места от бересклет разросся и я решила оставить вот здесь только три кустика между ними вот такие сортовые хост и они в этом уголке хорошо растут на них такого солнца нет сильного не выгорают такая сизая варигатные вот такие вот хост и с этой стороны тоже вот такая малышка скоро кустики конечно крайне медленно нарастают но она красотка и там еще одна бересклет разросся необходимо его подвязать по бокам две гортензии древовидные аннабель они у меня еще вдоль цветника в этом сезоне у меня формировка другая была очень короткая обрезка на одну почку осенние и сейчас мне удалось вот вырастить вот такой куст да каждая побег закончится цветение везде будут белые шапки ну я думаю что получится интересно в следующих обзорах постараюсь вам показать принципе все я обрезала на одну почку прям на уровне земли и вот такие гортензии получились они у меня раньше росли в районе плюща между хостами там всегда было тесно и я вот уже года два как перенесла сюда но в прошлом сезоне была другая формировка и как бы мне не особо понравилось как она себя ведет в цветении но решила изменить и пока вот я результатом довольна здесь начинаются уже пионы набрали бутоны тоже необходимо будет подвязать когда шапки начнут расти цвести будет очень тяжело кустику выдержать вот такую высоту пионы у меня все такие старинные сорта то есть не гибриды а вот наши сорта которые еще там наши бабушки выращивали в принципе вот эти все пионы у меня растут на участке вот я живу здесь больше 30 лет они росли еще до этого единственное что я их просто пересаживала также вот такая роскошная гортензия в общем у меня чередуются пионы гортензия пионы гортензия на дальнем плане вдоль забора с соседями да у меня были ирисы обычные но так как они тянутся падают я их просто отсюда убрала и подарила чтобы освободить себе место удобно до для прополки ты мне нравится как раз вот только вот эти цветы розы гортензии и пионы здесь тоже вот видите уже обрезала был у меня карликовый рис но единичное свел а рано очень и сейчас я даже уже срезала всю листву ну и вот так потрясающе выглядят сейчас розочки обработку я уже делала обрабатывала розы от болезни и вредители первая обработка у меня была вот этот чистый сад где три ампулы где все три в одном развела единственное что я а повысила концентрацию то есть не на 10 литров а на 8 и сделал обработку пока вижу что вредителей не наблюдаю но это вы знаете их сегодня нет а завтра уже будет для поэтому скоро я буду также повторять предстоит первая волна цветения тоже вам постараюсь ее показать в общем вот так выглядит мой вот этот длинный цветничок пионы здесь бордовые белые розовые с белой серединкой ароматные крупные яркие очень я прям нравится мне сейчас форма гортензии но надеюсь что получится да вот добиться мне того результата какого хочу и попозже с вами уже тогда поделюсь так переходим на эту сторону здесь молоденькая посадка роз тоже я осенью меняла розы местами название у меня нет тоже выращивая их очень давно здесь сорта единственное что знаю чайную розу потом в процессе обзора по цветам какие увижу сорта вспомню обязательно вам назову ну а сейчас вот пока вот так но самое главное что розочка здорово без вредителей и и все хорошо здесь начинается у меня тоже плющ это вот моя такая зеленая стена закрываю все что не хочу видеть клематис вот для него нужна опора это клематис который вот у меня здесь помните роз жак мана большой синий я мы сделали ему пересадку но такоград очень сильно побил поэтому вот у меня один кустик сохранился и я его осенью высадила ну вот жив это все почки отбил новые ну вот требуется ему опора тоже хочу ее как раз вот в этом месте закрыть все что я не хочу видеть да так сейчас наверное я перейду на эту сторону здесь у меня вот такой можжевельник много лет но уже года наверно как три он здесь растет между можжевельниками вот так три можжевельника вот таких виргинских планирую скоро подформировать вот такие уже прям елочки бересклет но его я буду выкапывать осенью некогда было видите елки разрослись и бересклету здесь тесновато и здесь то же самое лучше наверное вот так показать просто вот за аркой с питуньями ну вот видно елка вот какой уже можжевельник видите огромный ну подстричь нужно чтобы еще поплотнее нарастить и вот они они два бересклета которые я планирую убрать и тоже здесь вот такой раскилистый можжевельник сейчас быстренько обойду зоны навеса здесь пока у меня еще не все расставлено по своим местам постепенной пересадкой занимаюсь и расстановкой если посмотреть с этой стороны то в этом сезоне у меня будет вот так вот три туи в ряд хризантемы которые тоже помпонная такая позднецветущая вот три штучки я высадила и розочки лилии я отсюда все летом по выкапывала планируя что я их пересажу осенью но осенью удалось только пересадить мне царскую корону остальные все луковицы у меня просто высохли на лежали в кладовке но вот из-за жары ну наверное нужно было более прохладное сделать им условия содержания на лето общем лилии у меня не будет в этом году царская корона уже отцвела попозже покажу где и в общем здесь я планирую теперь вот только розы здесь лилии ник он всегда у нас пока только лист а цветение будет в августе в час ботву потом обрежу и все и вот только-только начинает пробиваться хризантема некоторые я пересаживала хризантема которая белая я обратила внимание что в этом сезоне она очень плохо отходит от зимовки вот один кустик вот второй вот эту фиалку нужно убрать вот видите только-только пробивается и здесь кое-что вот кто помнит какое шикарное цветение было осенью вот здесь тоже куст хризантема и здесь ну пока вот я ну тут наверно вообще все высохло но не трогаю прям жду если где-то отобьет хотя бы по одному два побега я пересажу эти конечно кусты старые я знаю что их нужно омолаживать и вот моя ошибка что я не сделала это раньше нужно было рассадить омолаживать я знаю что все хризантемы это любят ну подожду уже пока самое главное я жду видите набралась терпения не убираю вот этот сухостой потому что знаю что там может отбить где-то один-два побега так на этой стороне тоже мои молодые пересадки утро и везде вижу свою тень солнышко светит молодые пересадки вот так перезимовал виноград который я осенью покупала и сажала вот смотрите даже цветет вот но там дальше прям кисточки есть кто-то отбил прямо снизу кто-то вот так отбил почки но я сначала думала что буду обрезать на одну-две почки как мне советовали ну я думаю что я это сделаю осенью весной уже не буду вот такие можжевельник здесь gold бересклет который я пересаживала вот так повернусь который я пересаживала осенью варигатные здесь конечно у меня были нарциссы тюльпаны ирисы гиацинты но так как у нас жара началась 10 апреля то есть вот прям с 10 числа у нас уже было 30 градусов представляете отсвело все за три дня не только отсвело даже высохла вся ботва что я вот все-все по подрезала поэтому сейчас пока цветничок вот такой пустой возможно я еще буду засаживать однолетниками пока подумаю ну а так вот ель коника которую тоже я пересаживала вот такая плотная подушечка много посмотрите сколько молодых приростов у нее зимой я высаживала вербеник манечет и вот он у меня здесь перезимовал посмотрим как он будет себя чувствовать на нашем солнышке вот здесь тоже ель коника и вербеник и также два бересклита в общем чередую уже цинирария серебристая была на том углу но один кустик вот перезимовал а с той стороны нет теперь у меня сюда не будет лица вода в цветник в прошлом году помните я вам показывала что был навес который мы делали накрывали пленкой а вот осенью уже доделали теперь желоб вот такой водосток вода будет вся стекать но это мое такое производственная зона здесь будут находиться те цветы которые я выращиваю и предлагаю в ассортименте продаж но более подробный обзор сделаю попозже когда уже все здесь заполнится пока повторюсь только-только начинаю и выставляю растения чтобы понимать кому как где хорошо находиться на этой стороне тоже вот розы хвойные здесь брабант gold smaragd тоже планирую подстричь прям хорошо так подросла вот думаю что осенью она придется мне лаванду отсюда убирать можжевельник казацкий нужно обязательно пройтись подстричь будет более плотно в общем работы много ну и здесь также все повторяется и вот по той стороне розочки а вот молодые посадки хризантем которые я высаживала осенью в основном перезимовали все вот вот эта малышка но вот смотрю тоже вот видите отбила почечку вот не торопитесь убирать вот такие сухие прошлом прошлые разы я тоже торопилась убирать думаю нет не перезимовала а в этом году не тороплюсь и видите вот почечку отбила и есть шанс что сорт сохранится здесь тоже малышка вот отбила вот так вот почечку у нас конечно сухо нужно все поливать да и грунт у меня здесь не очень так вот плющ молодые приросты вот такие зеленые сейчас такая знаете как зеленая изгородь у меня получилось вот здесь хосты и вот ранее росли эти гортензии до который я вам показывала ну плющ разрастается хвосты закрывают и вот отсюда я их два года назад убрала для хвост место идеальное не печет солнце им здесь хорошо так необходимо подвязать жасмин скоро зацветет вот так от корня отрос клематис голубой по моему голубой я что уже не помню вот будет свести увижу здесь тоже вот были клематисы но когда был град побил так что мне даже нечего было отсюда спасать я обрезала а ничего не отросло а вот видите после весны вот отрос розочки которые я вот эти вот две штуки пересадила они у меня вот возле вот где сейчас вербенник стоит вот здесь одна розочка была и вот рядом с этой стуи то есть вот при входе до две штуки но так как они разрастаются ходить было неудобно я приняла решение что буду их отсюда убирать и как раз посажу вот на место где были клематисы ну пересадка была жесткая вам осенью рассказывала ну смотрите живы хорошо перезимовали все в порядке тоже два куста хост вот ну здесь каприфоль вот такая красотка разрослась тоже ждет меня пока я ее хоть немножко подстригу видите даже пройти мне нет возможности вот такой огромный куст так здесь тоже розочка которую я переносила и вот так ряд хост глициния помните она у меня росла кто смотрел мои обзоры в начале где плющ ну так как там не было возможности и развиваться я сделала прям такую короткую кардинальную обрезку и также жесткую пересадку я думала она не выживет но ничего отбила почки смотрите у меня теперь получается такой как бонсай какая форма интересная но самое главное что глициния жива теперь начинается зона огорода здесь еще вот миксбордер он тоже не так давно был яркий цветущий за счет цветения тюльпанов нарциссов но к сожалению из-за жары вот сейчас уже остались только многолетние даже и рис и не подсвели вот карликовые рис и вот они только раскроются и все тут же пекутся на солнце обычно они у нас цветут в мае месяце в общем за счет жары у нас цветение прошло все в начале в середине апреля вот так вот беричина варигатная разрослась у меня два сорта вот желтая варигатность и вот такая зеленая с белым чисто зеленые нужно вырезать иначе она просто уйдет в зеленый цвет а я за этим слежу вот видите новый прирост и все надо вот эти зеленые убирать здесь тоже есть у меня видите хризантемы которые вот я осенью пересаживала только-только начинают вот отрастать я не понимаю почему вот так долго у меня вон есть хризантемы которые я вам там попозже покажу так там огромные кусты тоже была пересадка осенью возможно это зависит от сортов здесь даже пока еще никого и не видно ну выйду на рынок может быть куплю какие-то однолетники тоже этот миксбордер засажу здесь также бересклет вот такой зеленый здесь тоже бересклет вот а сейчас смотрю и не могу вспомнить название я думаю вы все узнали его сейчас по ходу видео возможно вспомню ну конечно это же барбарис вот такой барбарис тоже я кардинальную обрезку ему сделала осенью и вот такие интересные молодые приросты раньше он мне таких не давал в этом году мы поставили вот такие грядки тоже в своих роликах попозже поделюсь расскажу свое мнение как что растет но уже сразу скажу что удобно и вот гортензия крупнолистная которую я тоже поздней осенью высаживала все одревесневевшие побеги я обрезала так как там но одна-две почки где-то были верхушечных не было в общем чтобы на растет и она по моему ремонтат на сорт я думаю что она еще процветет вот такой кустик у зимовал под укрытием легким укрытием таким воздушным вот крупнолистная гортензия до вернувшись к навесу вспомнила что неправильно я вам сказала мы не осенью его доделали а в прошлом году мы начали делать я вам показывала когда градом выбила мне многие колеусы здесь на площадке я приняла решение что будет вот этот навес и у нас стоял каркас а сверху была пленка и вот с пленки как раз стекала вот сюда вода а вот недавно мне мастер доделал то есть мы купили вот такой прозрачный профиль вот и два дня назад как накрыли теперь здесь светло надеюсь что будет очень сухо я постаралась предусмотреть все но опять же в дальнейших видео посмотрим и были планы у меня конечно сегодня же снять вам сразу обзор огорода но что-то понимаю наверное все таки сниму это отдельным роликом так как там тоже есть о чем рассказать и что показать и я сниму пожалуй отдельное видео но осад сейчас у меня выглядит вот так через время вам покажу как уже будут свести розы скоро конечно уже и мой дворик зацветет в основном это основная часть питания ну в общем как всегда встретимся следующих видео с новыми темами и вот такая красотка эустома зацвела не так давно на этом я прощаюсь до новых встреч всем пока пока